Собеседование Добрый день. Я вот вам две недельки назад резюме отдал. Вы сказали, сегодня прийти, вы ответ дадите. Андрей Сергеевич? Да, да, да. Да, да, да. Мы запросили вашу характеристику с места прошлой работы. Да ну зачем? Прошлой работы. Ну зачем? Я же говорил, там коллектив гнилой был. Мы запросили. Да ну зачем? Мы решили узнать их мнение. Да я вас... Вот они пишут. Что они могут... Андрей Сергеевич раскрылся как бездарный, склочный, ленивый сотрудник. Я же вам говорю, уроды. Читаем дальше. Воровал деньги из рабочих столов других сотрудников. Вот говнюки, ё-моё. 40 подписей. 40 говнюков. На ксероксе делал ксерокопию своих половых органов. Ну не делал я. Не делал. Ну не делал. За эксперимент был. Я сканировал, во-первых. Я хотел узнать, есть облучение или нету анимли. Ну что ли? Хорошо, давайте дальше. Насрал под дверью у директора. А ну не насрал я. Ну зачем это говорить на взряду? Я не допишал, блядь. Хорошо. Ну вот пишут, Витя пишет. Да вы лучше спросите, вот какие руки у меня, какие идеи в голове. Вот вы про это. Идеи в голове, да? Да, про это. На встрече с голландскими партнерами показывал задницу. Ну это ж голландцы. У них менталитет другой вообще, понимаете? Они, между прочим, не написали, что контракт голландцы нам подписали. Значит, след в их душе я оставил какой-то, понимаете? Хорошо. Мы запросили с позапрошлого места работы. Да ну зачем мы его так копнули? Мы решили узнать. Зачем рыть вот под человека? Нет, там интересно было. Там уроды вообще, блин, были все. Уроды были, да? Да, уроды. Хорошо. Если я чпоковый секретарша, значит я люблю ее, понимаете? А если это на принтере, на ксероксе, так любовь в места не выбирает, понимаете? Я прочту все-таки. Ну читайте! Расклеил на столбах объявление «Продам клавиатуры БУ», после чего в офисе пропали все клавиатуры. Ну это совпадение. Совпадение. Ну совпадение, хорошо. Кошался на офисных стульях. Ну все катались. Вы в магазин катались. На офисных стульях. Суммарно надалживал у сотрудников 600 тысяч долларов и обещал вернуть с первой зарплаты. Да я сюрприз всем хотел сделать. Сюрприз? Коттежный городок хотел построить для всех. Ну и как? Ну ничего не успел. А деньги где? Абвуляция все сгорела. Мы узнали про вас у предпредыдущего. Да зачем мы вот так вот где-то ябжовым пришел? Мы решили позвонить. Вы бы еще в садик позвонили. Да при вас позвонили. Ну звони давай. Алло. По поводу Андрея Сергеевича. Да-да-да. Так. Унижал курьеров. Да-да-да. Козявками в них бросали. Ел стекло с целью получения страховки. Да-да-да. Да мне живот болел. Ну что? Накурил уборщицу. Да-да-да. Ну она сама виновата. Сама виновата. Ну если человек не чувствует меры нужную? Мазал солидолом дверные ручки. Ага. Так. Просверлил дырки в ложках во всех. Да, ложки. Подсыпал в кулер клофелин. Ну я хотел, чтобы все поспали тихий час. Да-да-да. Заманивал кассира в религиозную сек. Да ну-ну-ну-ну заманивал. Сбросил. Да не сбросил я никого. Изнасиловал. Не начиновал я. Спалил. Ну да там сам тут пожар был. Ну что? Затащил в офис бочку с квасом. На восьмой этаж. Бочку с квасом. Ну руки зато. Идеи в голове какие. Правда бочку? Ну правда. Затащили? Да затащили. А как? Да никак. Ну как? Да не спряжайся. Ну хорошо, давайте мы вас на работу возьмем. Только скажите, а как затащили бочку? Серьезно? Ну да. Ну это ж физика, девятый класс. Сообщающиеся засуды. Не понял. Мы через шланг в канистре квас перелили. Бочечку автогеново разрезали. Там по шву вообще. Раз. Подняли. Сварили. Залили. Тащи. Утром все пришли. Квасок. Я еще на кране сидел, всех укачал. За ночь один? Ну не один с этой накуренной уборщицей. Ну хорошо, раз обещали, берем испытательный срок. 15 минут. Да ну 15 минут это мало. Ну я не реализуюсь как личность. Полчаса, ладно. Полчаса дает? Да, полчаса. Где у вас тут ксерокс? Ксерокс? Куда? Спасибо огромное, друзья. Это были Андрей Молочный. Антон. Дуэль Анатольевич. Лирник. А вот так. Дуэль Тихуничекова. Спасибо. Спасибо. Александр Абнел-Фелан.